3 сентября в Тамбове стартовал ежегодный месячник, в рамках которого посадили новые деревья, убрали мусор с воинских захоронений и удалили по всему городу несанкционированную рекламу. Но главным событием этой акции стал масштабный общегородской субботник. Вся вот эта работа по поддержанию порядка на своей территории, а мы ее считаем своей, продомовываю всю, мы за ней ухаживаем, следим, мы выращиваем все цветы, мы обслуживаем свой дом и моем все, что вы сейчас увидите. И это наша забота и наше желание. Мы готовы даже к определенной степени поделиться денежными средствами из содержания для того, чтобы поддержать вот это состояние домов в таком хорошем виде. Помимо придомовых территорий, тамбовчаны приводили в порядок и подъезды домов. Мыли к зиме окна, убирали пыль и грязь, поливали цветы. Жители признаются, проводят субботник не только во время официальных месячников. Например, один из обязательных сборов – подготовка территории к Пасхе. Ну, окошки вот уже, считай, везде помыты. Готовы к зиме. К зиме готовы. Куда? А откуда взялись цветы? Люди сами сюда его принесли? Ну, херань я сама люблю, поэтому у меня дом их много всяких. В сад ввожу, привозим из сада потом в зиму. Там на некоторых окошках сейчас нет, будут. Вот, из сада привезем, все, поставим. Кроме людей старшего поколения, на улицы вышли помогать и совсем юные жители нашего города. Дети с удовольствием помогали своим родным собирать листву и выносить мусор. Самая маленькая участница Большого субботника – Катя Маняхина. Ей всего два года. Но она уже с радостью помогает папе. У нас во дворе регулярно проводятся субботники. И у нас, как всегда, есть желание заниматься общественно полезным трудом. Девочка в первый раз участвует в субботнике? Да, впервые. Она помощница, и дом помогает, и общественными делами занимается. Люди с энтузиазмом трудятся на благо города. А те, кто хорошо поработал, приходят за такой вот стол, где можно согреться горячим чаем, подкрепиться немного сладостями и даже присесть отдохнуть. Собранные сухие ветки, листву и мусор помогли оперативно вывести службы городского хозяйства. Полина Матовникова, Николай Иванов, Александр Кобзарёв. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова